Губернатор Александр Ус находится с рабочим визитом в Норильске. Глава региона проверил, как идет восстановление загрязненной после аварии на ТЭЦ-3 территории. Я напомню, во время аварии из поврежденного резервуара вытекло больше 20 тысяч тонн дистоплива. Работы по восстановлению плодородного слоя почвы, экосистемы и другие биологические мероприятия должны быть закончены к 2022 году. Кроме того, на Надеждинском металлургическом заводе губернатору рассказали, как идет реализация серного проекта. Строящийся цех должен снизить выбросы на 45%. Плюс ко всему, в администрации северного города губернатор провел совещание по вопросам социально-экономического развития города. План реновации рассчитан до 2035 года. Он полностью сверстан и направлен на утверждение в правительство России. Фактически работы уже ведутся. В городе расстеляют и сносят ветхие дома. Идет подготовка и к капитальному ремонту коммунальных сетей. Норильск должен стать столицей Арктики, сохранив свое историческое зерно. Что-то будет сноситься, что-то будет появляться новое. Но многое, особенно в центральной части, конечно же, надо сохранить. Те самые сталинские проекты. Не зря ведь Норильск называют заполярным Петербургом. Поэтому очень нужно, чтобы к следующему году у нас появились здесь зоны относительного благополучия, которые дают представление о том, каким мы видим Норильск будущего. Где в центральной части были отремонтированы все фасады, все дворы, улицы, включая линии электропередач.